Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер. И сегодня я решил от призыва перейти к делу. О чем это я? Я вам несколько раз намекал, что хорошо бы, чтобы в галерее тыквы появился какой-то фуд, картинка, да, то есть с чем-то приготовленным из тыквы и так далее. Но так как, видать, я сам начал с натюрмортов, посыл дал и народ пошел клепать натюрморт. Но, может быть, я еще подумал, наверное, должно быть интересно, но, может быть, есть опаска, что с этим проще подвигать. Ну, нет, сейчас мы с вами как раз этим займемся, то есть мы будем с вами делать натюрморт этот, то есть уже фуд делать картинку с тем, чтобы вот из этих ингредиентов. У меня есть суп, я его сварил. Вот оно, видно? Я его сварил, он вкусный. Так, у меня есть две чашки. Давайте я сейчас наклоню по камеру, чтобы было виднее. У меня есть две чашки, у меня есть еще кусочек дыни, из которой я варил. Есть небольшие сухарики, фисташки есть, лук, укроп, бекон есть. Ну, пока я его еще не жарю. Так, ну, подсолнух и красные листочки. И вот из этого давайте мы попробуем создать мусоромор. Первое, что я хочу, первое, что для меня уже ясно, абсолютно ясно, да, что я хочу здесь поместить две чашки для супа. То есть расположить по диагонали доску и сзади показать, что здесь есть тыква. Вот это первое, что я подумал. Давайте мы зайдем с этого края, с какого у нас установлена камера. Я сейчас поставил камеру и буду постоянно проверять через нее. А мы с вами будем наблюдать через видеокамеру. Вот так. Я вам сейчас буду неинтересен, но вам будет интересно, скорее всего, что будет происходить здесь. Сначала главная составляющая, вот такие. То есть основа у тарелки, даже должен быть суп здесь. Я его пока не наливаю, пока это в самую последнюю очередь. Так же, как и бекон. Я его сейчас могу взять пару кусочков, но не более, причем не жареный. Потому что жареный, он очень быстро теряет своей красавости. И вот мы его сюда положим и посмотрим, как это будет выглядеть в этом месте. Заодно можем его закусить. То есть, если мы его вот так положим, учитывая, что он будет жареный, красивый, так, сделаем первую фотографию. То есть, пока со светом ничего не сделаем, просто смотрим, как, что будет располагаться. Окей. Потом здесь я хочу на этом фоне, допустим, сухарики. Мне показалось, что если вот эти две будут идти так, по диагональке, они будут перекликаться и по цвету, и по форме. Я думаю, что так будет лучше. Еще большой, большой, это у нас цветок, да? Давайте мы его разместим, где я хотел. Положим вот так. Посмотрим сейчас. Фотографируем. Ну, вполне. Может быть. Так, теперь пришло время заложить вот здесь, закрыть этот. То есть, я положил чесночную головку и две дольки чеснока, а чтобы это оттенить, сзади еще лист от подсолнуха. Смотрим. Да, это то, что нужно. Да, ребят, в принципе, все, больше ничего делать себе не надо. Готово. Ну, что значит не надо? Надо жарить бекон, надо разливать суп. Ну, суп мы можем сейчас разлить, я думаю. В итоге я заменил тыкву, она мне показалась, это недостаточно объемная, но да, она порезана. Поэтому тыкву пришлось заменить. Постерить вот здесь листочки, с заднего плана все убрать. Как раз она закрыла. Ну и все. Теперь со светом. Со светом я решил так. У меня заполняющий является верхний, софтбокс, актобокс. Здесь софтбокс один стоит и контровой стоит стрип. Для акцента на тарелочке и все, что там будет, у меня стоит тубус. Давайте сейчас посмотрим, как это все выглядит. Так, сфотографируем. Ну что ж. Прекрасненько. Так, ну начинаем раскладывать. Все такие длинненькие. Вот здесь. Так. Вот так. Вот так. Еще смазать, чтобы они заблестели. Ну, они пока и так блестят. Так, кладем теперь в супчики. Я надеюсь, что она быстро не утонет. Укропчик. Чуть-чуть. Немножко сухариков. Смажем тем же самым маслицем, в котором мы ее жарили. Так. Вот так. Вот так. И чуть-чуть сливок здесь. Сливочек. Порядок, ребят. Вот так мы все красиво и сняли. И я надеюсь, что это тоже дало вам толчок, творчеству. Кухонному, допустим. Да, я призываю вас, женщины, сварите что-нибудь из тыквы и покажите нам, как это вкусно выглядит. Я буду очень рад. Ну, а я еще сейчас сниму на деревянном фоне. Немножко по-другому. Но, в принципе, останется тот же самый. Поэтому мы с вами, ребята, прощаемся. Не забывайте, что в воскресенье завтра последний день сдачи работ по фотошопу первому. А в понедельник будет разбор. Готовьтесь. Всего вам доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»